На Могилёх химволокну рыхтуются до монтажу сучасного технологичного обсталевания волоконной вытворчасти. Модернизация исснуючего химичного цеха и будавництва нового – один из важных инвестиционных проектов в Оголе в Беларуси. Его мета – повышение конкурентостой продукции и снижение ее себе кошту. Подробностей у Татьяны Сергеичек. С таких гранул на Могилёх химволокну вырабляют заготовки пэт-бутылек. Специалисты пломашиць спачатку отрымливают гранулы, потом их охолодживают, а затем повторно расплавляют. А это великие энергозатраты. Модернизация цеха дозволить отрымать полимер текстильного призначения и выпустить волокно прямым формованием, меняючи стадию гранулявания. Непосредственно здесь, в этом цеху, я работаю сам вопуск. Сейчас мы выпускаем пищевой пэт, который идет на бутылки, условно говоря. А по поводу самой модернизации цеха уже после всей полностью модернизации будет выходить волокно, техническое волокно. Организация нового комплекса по выпуску брендовой полиэфирной продукции с выкористанием сучастных технологий – один из масштабных проектов в Беларуси. Йонна Кирована на изнижение себе кошту продукции изразумела повышение ее конкурента с дольности. Вот, видим, за моей спиной возводятся корпуса. Он предусматривает модернизацию существующего химического цеха номер 2 под выпуск полимера текстильного назначения и строительство нового современного волоконного производства. По первому этапу заключен инвестиционный договор с Республикой Беларусь. Инвестиции в основной капитал ориентировочно составят порядка 50 миллионов евро. Ну и срок ввода в эксплуатацию первого этапа – 1 июля 2018 года. На Абудовле заденечено больше за 400 специалистов. Про стыдень-два, кажуть, на Могилёхе волокно почнется монтаж технологичного обсталевания первого этапа модернизации. У цехах будут установлены две линии по выпуску импортозамещальной продукции. На одной будут выраблять волокно текстильного призначения, на другой – волокно типа кончугейт. В творчестве такой продукции нема на постсоветской просторы. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новины региона.